Но эта сила появляется не как физическая сила. Это мое понимание первой силы. Мы повторяем эти движения ежедневные. Я убежден, что ритм является важным в любой ситуации и в любое время. Например, если противник начинает атаковать меня с помощью Йокомену-Чи, если я немного заметил, что противник оттолкнет меня в сторону, если я выполню свое движение и сильный, и в нужный момент в рейтинге, то я смогу отвести его удар. Если я одновременно защиту, и перенесу вперед центр тяжести, и нанесу удар, то я смогу свалить противника. Здесь важен правильный риск и объединенное действие тела и духа. Это и есть пример концентрации. Вы можете легко сделать это, не прекращая говорить. Это и есть пример выполнения Айкидо. Вы должны сами практиковать Айкидо таким образом. Если противник чувствует боль, то он должен уступить. Он не сможет противостоять вам, если вы правильно чувствуете Айкидо и используете силу к Айкидо. Если вы можете концентрировать силу и использовать к Айкидо, то возможно нейтрализовать противника даже таким способом. Вам обязательно необходимо практиковать Айкидо таким образом. Вы должны научиться полностью концентрировать объединенную силу, духа и тела, занимаясь Айкидо. В Айкидо мы тренируемся части нашего тела, включая затяжки, локти, плечи, колени, ноги. Мы никогда не тренируемся для того, чтобы развить еще больше мышцы рук. Мы тренируемся для того, чтобы развить мягкие сильные и гибкие запястья. Сегодня некоторые названия и термины изменены. И Айкикай использует такие термины, как Айкикай и Никё. Но когда я обучался, эти технические приемы назывались Икаджо и Никаджо соответственно. Поэтому, когда я тренирую, то применяю названия Икаджо и Никаджо, как в прежние времена. В результате тренировок наши запястья становятся сильными. Сильными и гибкими. Это необходимо не только для того, чтобы выдержать виска в боевое воздействие противника, но и для мощного атеми. Если запястье достаточно сильное, то вы можете нанести мощный эффективный удар. А теперь рассмотрим один из вариантов болевого воздействия на запястье. В этом положении вы можете приложить усилия таким образом, как показывают мои ученики. Так как раз я знаю тех, кто испытывал на себе это воздействие, оно очень болезненно. Однако молодые люди обладают силой. Если их запястья достаточно укреплены, то они могут эффективно сопротивляться физической силе даже в этом положении. В этой ситуации вы должны немного изменить направление воздействия и найти слабую точку. Тогда бросить противника станет легко. Вы должны ее хорошо чувствовать. Это очень важный момент. Рассмотрим ситуацию, в которой вас захватывает это опять разновидная эки. Если вас захватили, то обычно всего противника прикладывается здесь, в центре. Если правильно использовать ту силу, которую противник кладывает в захват, и использовать ваше собственное эки, то его легко можно опрокинуть. Когда мои ассистенты пытаются применять этот прием друг против друга, у них мало что получается. Это происходит потому, что динамика и ритм в данном случае неправильны. И неудача используется у противника. А теперь рассмотрим пример, в котором меня атакуют сзади. Это правильная динамика. Посмотрите с другого направления. Правильное понимание применения айкидо позволяет мне эффективно защищаться в то время, когда я объясняю все это вам. Я могу противник противника одним пальцем. Или сбить его надемным ударом ноги. Правильное применение силы к айкидо позволяет полностью контролировать противника. Он чувствует боль, но... Я могу полностью его контролировать, удерживая только за запястье. А сейчас два противника. Я могу контролировать и удерживать их в таком положении длительное время. Я столкнусь друг с другом. А теперь я могу опрокинуть их обоих. И вы также сможете опрокинуть их. Вот так мы упражняемся в айкидо. В айкидо имеются разнообразные ката и около 150. Мы тренируем друг с другом. Это технические приемы, основанные на икаджу, икаджу, и санкаджу. Это начало икаджу. Это начало икаджу. Они показывают икаджу. Мы используем для демонстрации атаку шаменучи. Это икаджу. Мы оказываем давление на руку противника таким образом. В ни каджу. Таким образом, санкаджу. Таким образом, в йонкаджу. И в го каджу оказываем давление на руку таким способом. Ваши действия, что вы полностью выпрямить руку противника. В данном положении, важно полностью выпрямить руку противника. Тогда, если вы выпрямить небольшое усилие, вы легко его бросите. Если вы не смогли выпрямить руку противника, то вы не сможете контролировать его следующим способом. Тогда надо поступить следующим образом. Вот почему вы должны согласовывать применяемую технику с конкретной ситуацией. Возьмите нож. Если вы растеряетесь, увидев нож, то противник обязательно поразит вас. Если вы просто убегаете от него, он опять может достать вас. Мы должны применять технику айкидесу. Возьмите нож, делайте это таким образом. И так, айкидос — это любое искусство, которые могут заниматься как мужчины, так и женщины в любом возрасте. Посмотрите пример. Он толкает меня. Вы должны иметь так концентрировать вашу силу, чтобы вас нельзя было столкнуть. Затем используйте его силу, и он упадет сам. Таким образом он не может достичь успеха, как бы он не атаковал. Таким образом он не может достичь успеха, как бы он не атаковал. Он получает удовольствие, атакуя меня. Он атакует меня в полной силе. Он попадает. Продолжение следует... Продолжение следует...